Здравствуйте, дорогие активные предприниматели, наши любимые зрители, ну и, конечно, те, кто хочет встать на этот непростой, но очень веселый, уверяю вас, путь предпринимательства, а особенно в нашей стране, в том числе в ней. Меня зовут Илья Тимошин, и сегодня у нас интервью с таким интересным человеком, который нам расскажет, как же соединить инвестиции, предпринимательство, франшизы, да как вообще жить, оставаться человеком, транслируя свои ценности через свой бизнес. Но об этом чуть-чуть позже. Меня зовут Илья Тимошин, я президент Союза деловых людей. В рамках наших активностей мы проводим различные лекции, к которым вы можете присоединиться, можно жмакнуть по QR-коду и посмотреть разные лекции от ведущих компаний ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и так далее. Мы это делаем регулярно. Конечно же, у нас есть формат интервью, вот на котором сегодня вы присутствуете. Мы приглашаем the best of the best, лучших из лучших. Ну понятно, что кругом успешный успех, а что за ним скрывается? Как человек живет? Сколько ошибок он делал, чтобы прийти даже к минимальным вершинам успеха? Вот о этом тоже поговорим. Почему? Потому что в жизни каждого человека может быть маленькое событие, маленький шаг поможет нам с вами не сделать какую-то ошибку или наоборот осознаться в чем-то другом. Поэтому, конечно, это тоже интересный момент. Ну и важно сказать, что уже буквально финальная стадия тестирования цифрового помощника предпринимателя. Скоро мы его выкатим. Цифровой помощник – это ваш помощник, где вы можете запрос сделать на подбор мер поддержки от государства, расширение каналов сбыта, привлечение инвестиций. Да и любой вопрос, который у вас есть по бизнесу, можно ему задать. Подобрать команду, прокачать команду и консультанты, экспертов. Много-много чего. У нас есть еще совет по цифровой трансформации при Минпромторге, где собрались ведущие эксперты по цифре, по онлайну. Совет оказывает безвозмездных консультаций. Ссылочку мы тоже на него дадим обязательно. Можно будет оставить свой запрос, если есть. Ну а пока наш кибермозг, наш цифровой помощник в разработке, мы это отрабатываем тоже в ручном режиме. Можете по ссылочке оставить заявку, и мы ее возьмем в работу и постараемся вам помочь. Конечно же, хочется вспомнить наших партнеров, хочется вспомнить, хочется не забыть про них. У нас есть АВГ, ведущий IT-интегратор. У нас есть партнеры «Выбирай свое». Это партийный проект, который координирует наш теплый товарищ, депутат Сергей Иванович Морозов. Это про отечественных производителей, про технологический суверенитет в нашей стране. Вот у нас Frenchcam тоже является нашим партнером. Мы ссылочку дадим на то, чтобы, если вас заинтересует правильное вложение денег, где управлять ими будут опытные люди, как наш сегодняшний гость. Также, возможно, подключение как франшизы, так и многих историй. Об этом мы сегодня поговорим. Конечно же, подключайтесь, инвестируйте правильно, ну и разбирайтесь в деталях, прежде чем совать свой мешок с деньгами, потому что можно отправить какую-нибудь топку и не найти концов. Ну что, прелюдия закончилась. Приступаем к знакомству. У нас сегодня основатель, я не знаю, это как правильно, экосистема для предпринимателей, франшизеров, инвесторов. Основатель этого Frenchcam по Константину Урванцеву. Кост, приветствуй тебя. Всем привет, меня зовут Константин. Илья, спасибо за такое интро потрясающее. Рад сегодня здесь быть. Да, слушай, ну вот давай вкратце все-таки. Мы говорили с тобой, так скажем, за кулиси. Многие не знают, что такое вот эта экосистема Frenchcam, что ты хочешь построить. На самом деле тут прикольный сервис. То есть мы к тебе обязательно, как к человеку, вернемся. Вот хочется начать с него. О чем это? Вот кому туда идти? С кем туда идти? Что это вообще такое? Да, начну один шаг издалека. То есть эта система Frenchcam – это такая штука, которая позволяет сочетать интересы начинающих предпринимателей, которые хотят открыть бизнес, имеют на это активное желание и могут это доказать и проявить себя, но не имеют на это средств. То есть, может быть, человек работает в найме всю жизнь, боится чего-то, да, то есть либо просто нет денег на это. С другой стороны, мы берем инвесторов, то есть тех людей, которые постоянно хотят вложиться не просто в кирпичи, например, да, то есть во что-то, что может действительно улучшать жизнь людей в реальный бизнес, но при этом не имеют времени возможности самим физически работать, да. То есть с третьей стороны – это проверенные франшизы, которые мы пока что сами заботливо ковыряем, проверяем до основания, готовы ли мы в них инвестировать. Главное во франшизах, чтобы у них было хорошо выстроено анбординг людей, которые к ним приходят, то есть чтобы начинающим предпринимателям прям пошагово объяснили, как делать бизнес, ну и, конечно, чтобы экономика сходилась, чтобы деньги в этой франшизе были. И соединяя интересы всех этих трех сторон, мы получаем экосистему «Хранч Кэмп», в которую с разных сторон подаются разные ресурсы, и на выходе мы получаем открытие множества-множества, многих сотен малых предприятий по разным абсолютно регионам страны, по разным бизнес-моделям в франшизах. Таким образом, получается, выигрывают вообще все. То есть инвестор пристроил свои деньги хорошо, ими управляет «Хранч Кэмп», начинающий предприниматель получил ресурсы для запуска бизнеса, это не всегда деньги, то есть не только деньги. Ну а франшизы получили новых адептов, то есть новых франчайзи, при этом таких, которые обычным путем в франшизу не попали бы, то есть без нашей помощи, и получают все выигрыши. Слушай, получается, я все-таки, мне очень близка категория людей, которых ты называешь предприниматели, это сумасшедшие люди в хорошем смысле. Я вот как предприниматель, у меня есть желание, скорее всего, больше все-таки у людей, наверное, страх, потому что все-таки такая ситуация неопределенности, что начать, как делать. И у вас есть некий трекер, где я могу прийти, пройти какое-то анкетирование, и мне говорят, вот Илья, исходя из твоих пожеланий, у нас вот есть такой-такой трек, на выходе ты получишь уже франчизу, которую ты будешь управлять там в своем городе условно, или там в каком захочу городе. Да, все верно. На входе ребята оставляют заявку, после этого заполняют анкету, где, соответственно, рассказывают о своих целях, задачах, в принципе, даже о мечтах, там и миссии, да, то есть которые они хотят быть причастными. Мы эти анкеты проверяем, наши модераторы изучают, если нужно что-то делать, доработать, то, соответственно, отправляют на доработку, если все прекрасно, то принимают и пропускают дальше в образовательный трек. Образовательный трек – это месячный забег такой, где каждый из наших конкурсантов погружается в выбранную им франшизу, а может, каждый посмотреть из тех, что представлены в потоке, и проходит обучение по, по сути, как бы нескольким всего вещам. Первая вещь – это провести онлайн-мониторинг в своем городе или регионе, где ты собираешься открыть бизнес, и посмотреть, насколько нужно вот эту вот автомойку, кофейню или что-то еще открывать именно в этом городе, нужна ли она здесь, или, может быть, все уже занято, и нужно на чем-то другом сфокусировать. Это 20-й кофейню в этом микрорайоне, да, Бузи? Ну, да, да, то есть для этого проводится изучение рынка, мы рассказываем, как это сделать, человек сам идет, изучает, после этого он считает свою финансовую модель, конечно же, на основе данных франчайзера, то есть он это изучает, подставляет свои данные, которые нашел на мониторинге, после этого он идет в поля на переговоры, он уже понимает, что, да, можно открывать, деньги здесь есть, все бьется, разговаривает с людьми, с целевой аудиторией, то есть будут ли этим пользоваться, не будут пользоваться, то есть, может быть, там уже помещение какое-то присматривает, переговоры проводит. Большая часть наших успешных конкурсантов находят клиентов уже на этом этапе. Ну, и в конце мы все это дело упаковываем в бизнес-план вместе с нашими конкурсантами, и они выходят на презентации к франчайзерам, прежде всего, инвесторам, второй очередь, да, то есть, ну, и уже там предпринимателям из разных сфер, то есть мы приглашаем предпринимателей в члены жюри, для того, чтобы они могли позадавать каверзные вопросы, да, то есть именно прямо когда-то из другой сферы. Приземлить, так скажем, фантазии некоторые. Да, 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 то есть местами люди не из сферы задают очень правильные вопросы на тему вообще, а почему ты решил, что автомойка – это хороший бизнес? И у человека так синий экран, и мы здесь понимаем, насколько он действительно проник в эту идею, да, то есть или просто рассказывает, что услышал где-то там на вебинарах. Ну, и на выходе лучшим мы даем инвестиции, то есть пока по статистике это 0,8%. Мы надеемся дотянуть до полутора. Прикольно, то есть получается, я на выходе, если верю в себя, что я предприниматель, и выбрал все правильно, то и инвестиции мне обеспечены, то есть я могу здесь быть уверен. Да, да, то есть если все сделано хорошо, по правилам, то есть все задания выполнены, франчайзер говорит да, инвесторы говорят да, все, новый предприниматель состоялся. Вопрос тогда теперь со стороны инвесторов, потому что сейчас все-таки, ну, такая эпоха, где и крипта, и много чего интересного у нас возникает, и люди все-таки, кто стал немножко разбираться в инвестициях, стараются дифференцировать. Класть яйца в разные корзины, назовем это так. Я сегодня в деревне, да, заплетаюсь. Вот, и получается, это не всегда человек, который может быть, так как ты говоришь, там работать не хочет, нет времени, да, он может быть просто таким способом нашел какой-то определенный канал инвестиций, где он может зарабатывать. Какая у вас средняя доходность, и какая минимальная сумма инвестиций нужна? Действительно хороший вопрос. Люди, которые к нам приходят, они чаще всего именно за диверсификацией приходят, для того, чтобы вложиться во что-то еще интересное. Так, например, в прошлом году, с 22-й год, то и крипта, и акции, как мы все знаем, показали так себе доходность, доходность, а вот в нашем потоке, да, то есть с нашими франшизами, 25% годовых у нас инвесторы получили доходность. Мы целимся в том, чтобы не падать меньше 25%, да, то есть, но бизнес – это всегда риски, то есть наша модель показывает, что мы к 35-ти идем, на горизонте 5-ти лет, ну, посмотрим, да, как будет. То есть здесь гарантии, конечно, мы никогда не можем, но что мы можем гарантировать, что мы разбираемся в том, как запускать франшизы, и как выбирать людей, которые готовы эти франшизы запускать и реализовать бизнес по ним. Ну, а там дальше посмотрим. А минимальный порог инвестиций какой-то есть? Да, вот 500 тысяч рублей, можно купить акции на платформе, ну, на площадке, где продаются акции, в общем, этого регистратора. Ну, то есть мы можем отдать какую-то ссылочку с описанием, люди, чтобы нашли все. У нас сейчас идет, формируется waitlist, к концу мая будут акции доступны для продажи, да, то есть, но каждый инвестор к нам заходит не просто так, то есть у нас закрытая продажа, мы общаемся, разговариваем, выясняем ожидания, то есть моя задача построить комьюнити не только из предпринимателей, которые в это верят, но и из инвесторов, да, то есть для которых важно улучшение экосистемы, инфраструктуры вокруг себя, поэтому мы с каждым проводим личную беседу для того, чтобы не обмануть чьи-то ожидания, да, то есть чтобы быть уверенным, что к нам идут те люди, которым это действительно нужно и понятно. Ну, то есть не тупо бабки, а все-таки еще какой-то баланс, да, вот этой человечности, понимание, куда они уходят. Безусловно, да, то есть это очень важно. Ты говоришь про white list, получается мы можем какую-то ссылочку дать или на почту писать, куда можно заявки предварительно ставить? Да, мы, конечно, разместим ссылку, у нас есть сайт, на котором описаны все детали, в принципе, да, то есть есть ответы на часто отключающиеся вопросы, и можно будет на него дать ссылку, можно встать в white list, поговорить не спеша, как бы время до конца мая есть. Крутие. Вот, ну и последний вопрос, это категория франшиз. Получается, есть ли у меня какой-то бизнес успешный? Могу ли я обратиться к вам в сообщество, где вы мне поможете, не знаю, шлифануть с точки зрения франшизы и дальше помочь поучаствовать в тиражировании моего бизнеса в другие регионы? Да, безусловно. Мы не занимаемся упаковкой франшиз сами, да, то есть, но так как мы именно выстраиваем экосистему, то есть мы можем соединить с теми людьми, кто занимается упаковкой качественно, хорошо, да, то есть это их бизнес. Спасибо. Василь, например, да? Например, Василь, да, то есть мы порекомендуем, кому обратиться, то есть что человек в итоге получит, так далее, что можем делать мы, то есть с одной стороны, мы помогаем франшизам обрести армию фанатов бренда, ну, то есть представь себе, прошу прощения, когда десятки, сотни предпринимателей приходят и изучают эту франшизу, понимают, чем она лучше конкурентов, более того, проводят анализ своей территории, сравнивают с действительно существующими бизнесами, они на выходе уверены, что франшиза действительно хорошая, ну, если это так, да, то есть, соответственно, эти люди, даже если не выиграют у нас конкурсы, они могут получить грант какой-то, могут найти инвестора прямо в процессе вот этого всего, могут в конце концов настолько загореться, что пойдут, возьмут, не знаю, там, кредит банки или маму-папу убедят в том, что нужно дать денег вот сюда на этот бизнес, возможностей много, и эти люди, конечно же, становятся сначала, условно, там, почитателями бренда, да, то есть лояльная целевая аудитория, а потом становятся клиенты, у нас много таких историй, поэтому для франшизера мы предоставляем им на такой буст, то есть сначала армия фанатов бренда, потом покупатели, и это очень хорошо помогает выстроить открытый диалог с предпринимателем, потому что весь франч-кэмп строится на максимальной открытости, то есть франчайзеры рассказывают о своем бизнесе, мы не утаиваем недостатки франшиз, да, то есть не бывает идеальных бизнесов, то есть иначе зачем им вообще клиенты, если они нашли какой-то супер, не знаю, там, вечный двигатель, то есть у всех есть недостатки, и предприниматель, и мы также, да, то есть принимаем решение, готовы ли мы идти в эти риски, да, то есть перевешивает ли наша потенциальная прибыль и удовольствие от реализации проекта эти риски, которые есть. Все максимально честно, открыто, и, соответственно, это не всем франчайзерам подходит, но если подходит, то вот мы тот инструмент, который может вырастить продажи. Слушай, а правильно я понимаю, что когда проходит трек для предпринимателя, и он, например, выявляет, что в таком-то регионе, или в вашей франшизе есть такие сбои, то я как франчайзер могу видеть вот эти ошибки, например, ту информацию, которую он собрал, я, ну, она открытой для меня является, или это все-таки какой-то трек закрытый просто? Образовательный трек выстраивает каждая франшиза. Мы рекомендуем, как это делать, даем структуру, объясняем, как это делать в будущие разы, но каждая франшиза может его адаптировать под себя, потому что, ну, бизнесы разные. И те задания, которые выполняют предприниматели, их проверяют именно сотрудники франчайзер, то есть его отдел развития. Поэтому, конечно же, все ответы видны, то есть где как мониторинг прошел, какие вопросы вызвали, ну, не знаю, там, сложности какие-то возникли и так далее. И, конечно, франчайзер здесь получает огромное количество обратной связи из очень разных уголков России и других стран. У нас очень много, ну, зарубежных предпринимателей участвует, потенциальных предпринимателей, то есть из всех стран СНГ. В общем, все русскоязычное население. Слушай, прикольно. По факту такая фокус-группа, которая еще является потом, как ты говоришь, адвокатами бренда, да, лояльной аудиторией. Слушай, а почему именно вот франшиза, эта модель, почему эту нишу ты выбрал? Я франчайзер. С 2017 года у нас успешно функционирует франшиза «Альта Ирика». Собственно, на текущий момент она работает чуть меньше, чем в 20 странах по миру. Основу у нас, конечно, Россия и СНГ. Но также есть и экзотичные дальние страны, как бы, то есть и Индия у нас, и другие азиатские страны, и арабские страны, и Латинская Америка. В общем, разные совершенно. И мы в свое время вот эту модель придумали для того, чтобы соединить тех людей, которые к нам приходят, говорят, блин, ребята, как классно, но денег нет, я к вам приду потом. И тех, которые приходят, говорят, как классно, а можно я поставлю управляющего, ничего делать не буду, а у нас так нельзя. И вот мы изначально вообще их соединить хотели, а потом поняли, что можно это делать не только у себя, но и в других франшизах. И вот так оно само собой как бы сюда пришло. Но на самом деле у меня есть другой ответ на вопрос, почему франшиза. То есть если смотреть именно на франчкэм с его идеологией, то есть это старт бизнеса, это выход из найма и максимально легкий старт бизнеса, потому что во франшизах вот есть уже рельсы, проложенные франчайзером, которые вместо шпал там очень много пота, крови и трудочасов положено, и он просто тебе говорит, едь по этим рельсам, никуда не сворачивай. То есть и постепенно предприниматель обретает навыки управления персоналом, переговоров, то есть как вообще дебет с кредитом сводить, как подать декларацию, и прочие вещи. И уже когда ты научился вот этим базовым операционным каким-то вещам под присмотром франчайзера, уже гораздо легче открыть свой бизнес, потому что многие говорят, поработай в корпорации или где-нибудь еще, и потом уже иди, открывай бизнес. Но ведь ты не получаешь огромного количества навыков, а еще вот этого вот необходимого, ну хотя бы какого-то уровня стресса, от ответственности, которую ты на себя берешь. Да, то есть и вот когда этот адреналин какой-то получаешь, потом за это получаешь награду в виде хороших доходов, то есть это становится неким таким движущим механизмом, то есть человек хочет все больше, больше, больше новые бизнесы открывать. И франшиза – это хороший, на мой взгляд, хороший вход в мир бизнеса вообще как уговорить. Слушай, ну круто, ты сказал про первые деньги, я называю это как первую кровь, когда предприниматель ее почувствовал, уже потом трудно остановить просто, потому что ты заработал это сам, да, в корпорации все-таки ты винтик какой-то большой системы, вот, а здесь такая интересная, интересная стратегия. Ну и второй момент тоже, я считаю, ты его заметил очень правильно, что франшиза – это все-таки уже системно упакованные процессы. Сам ты можешь шишек набить столько, что там процесс, там целый блок вообще пропустил, там здесь у тебя таких знаний нет. Я общаюсь там с чиновниками даже, ну, в небольших городах, например, они хотят бизнеса именно чтобы он по франшизе был, потому что там как раз все рельсы уже про юпотом пройдены и правильные системы отстроены. И здесь я даже вот многие рекомендуют, что проверьте свой бизнес, попробуйте упаковать его во франшизу, да, сразу все темные места ползают, будете видеть, где у вас самого пробела хотя бы, да, то есть это круто. Вот, а слушай, а вот ты говоришь, вот с 17-го года, получается меньше, чуть больше пяти лет, вот шесть, да, уже скоро. А как ты к этому подошел, до этого уже что-то? Ну, я вообще в бизнесе, скажем так, пытаюсь находиться большую часть жизни, да, то есть начиная там еще со школы уже какие-то были бизнес-движения, собственно, много бизнесов открывал у себя в Алтайском крае, в городе Барнауле, где я родился, много закрывал. В какой-то момент, переезжая из Барнаула, я продал, подарил, или просто закрыл все бизнесы, которые не имели шансов на глобальное масштабирование, освободился от всего лишнего, и осуществился как раз вот на франшизе. А до франшизы, пожалуй, тот бизнес, который я могу отметить, это прообраз франшизы, то есть у меня все идет так последовательно, одно из другого вытекает. В 2011 году я начал оказывать услуги передвижных планетариев, это такие большие надувные купола, пятиметровые, которые приезжали в школу, устанавливались там за 30 минут, дети заходили внутрь, целый класс 30 человек, и вот вся внутренняя поверхность купола превращалась в экраны. Мы транслировали фильмы по астрономии, то есть в целом вот тот же контент, что в планетарии, можно посмотреть, как бы в любом большом стационарном, мы возили с собой. У нас было не так много фильмов, но тем не менее наша основная целевая аудитория, она находилась именно в маленьких деревнях, в небольших каких-то поселках. То есть мы прежде всего по сельской местности работали, потому что там сочетание вот этой потребности у детей, что у них ничего в жизни вообще нет технологичного, красивого, яркого, то есть как бы с нашими, соответственно, возможностями, что планетарий он мобилен, и мы можем его куда угодно привезти, вот там такой мэтч прям четкий сложился, и, соответственно, вот мы 80% времени ездили по сельской местности. И так получилось, что за годы, вот сколько эта сеть существовала, то есть сначала у меня было один планетарий, потом их стало несколько, потом их стало очень много, и мы работали от Владивостока до Белгорода, по всей территории России, включая севера, то есть, допустим, в город на дым у нас планетарий на вертолете летал, потому что дороги не было в межсезонье, в разные абсолютно места, и мы поняли очень, скажем так, детально, что кому нужно от нашей услуги, чтобы все были довольны. А это вот начиная от охранника в школе, как бы, да, то есть заканчивая родителями ребенка, то есть там такая длинная цепочка лиц, принимающих решения, и вот всю эту модель мы в свое время упаковали во франшизу, да, то есть понимая, что нужно каждому элементу системы, какой контент, почему, когда, в какое время, да, то есть как поговорить со школой, договориться, как с министерством образования договориться, как с родителями, как с ребенком взаимодействовать, и нас сдерживала только технология, то есть планетарий невозможно было продавать по франшизе, это очень классно подметил, попробуйте свой бизнес зафраншизить, вы увидите темные места, мы прекрасно видели наши темные места, там невозможно ничего контролировать, то есть любой человек, кто у тебя работает с этим планетарьим оператором, он может, ну, скажем так, мухлевать, как бы, да, то есть ничего ты с этим не сделаешь, то есть это вот нужно просто доверять, то есть именно наверное, кстати, доверие сделало нашу компанию настолько большой, то есть конкуренты не смогли вот этот шаг перешагнуть и получается, когда мы нашли для себя виртуальную реальность, я понял что это способ перенести весь планетарий наш, весь контент виртуальной реальности, мы стали первыми, кто это туда перенес, да единственными в принципе, в свое время мы даже на зарубежных рынках достигли очень высокого уровня скачиваемости, цитируемости и так далее потому что это был вау-контент и упаковали эту франшизу в виртуальной реальности мы можем посчитать совершенно абсолютно каждый шаг, каждый тык каждое воспроизведение, каждой секунды контента в любой точке мира так это стало франшизой слушай, круто, ты сейчас одну фразу классную сказал глобально масштабировать все, что глобально у тебя не масштабировалось пришлось продать, закрыть или как-то избавиться, потому что на самом деле у многих предпринимателей все-таки есть такой грешок, когда трудно отпустить бизнес, это же как ребенок там, да вот, и тратим кучу сил, хотя он уже все, он не будет расти он вот, а у тебя масштаб больше ты хочешь двигаться, вот вопрос такого характера Костя Рванцев, он сейчас смотрит на бизнес, который не масштабируется или нет, или у тебя все-таки вот захватить глобально весь мир? Мне прям скучно смотреть на бизнес, который не масштабируется, ну то есть есть категория самозанятости, и у меня до сих пор большинство франчайзи в Альтерике, они работают как самозанятые, ну то есть там обычно семейный подряд, где жена там условно ходит договариваться о сеансах, как бы, а муж ездит эти сеансы проводит, и все у них классно здорово, но до тех пор пока не наймут сотрудников, да, то есть это невозможно масштабировать, вот сколько у них есть часов рабочих, как бы, в сутках, вот столько они смогут наработать, это, конечно, упирается в потолок, а вот буквально сегодня мы узнали о том, что у нас в сети новый рекорд, один из наших франчайзи сделал 10 050 сессий для детей, это уникальные дети, каждый из которых надел на себя очки виртуальной реальности, посмотрел какой-то фильм, и вот один франчайзи сделал больше 10 000 сеансов за месяц, это наш абсолютный рекорд пока что в сети, предыдущий был 7 000, но для понимания за весь прошлый год мы обслужили 540 тысяч зрителей в сети, да, то есть вот тут 10 000 сделал один из сотни с лишним франчайзи, это возможно только когда у тебя уже выстроена система, когда франшиз несколько, когда в каждой из них работают надежные люди, воспитанные, проверенные и так далее, и поэтому для меня даже франшиза это масштабируемый бизнес для франчайзи, не только для франчайзера, да, то есть и для франчайзи тоже, можно стать серийным франчайзи, можно сколько угодно этих франшиз, юнитов открывать, и это хорошо, а когда мы смотрим на какой-то, ну, условно, ларек где-нибудь, да, то есть который обслуживает вот локальный рынок, я на него тоже, ну да, я на него тоже смотрел, как на возможность сделать, например, франшизу или филиальную сеть, то есть я, в принципе, не могу замкнуться на том, что вот мы открыли одну штуку и живем с ней, а зачем, ну, то есть, а как же дальше? Ну, получается, создание бизнеса для тебя это не точка, это большая реально экосистема какая-то, где еще разные люди могут совершенно спокойно тоже развиваться, не имея потолка, да, ты классно сказал, что любой франчайзи может открыть много точек разных, это вообще огонь. Вот слушай, хорошо, вот пока ты говоришь о своих этапах, просматривается такая штука, что все твои проекты вырастают из какой-то вот, ну, более что тебя окружало, да, там, вот не было планетариев, блин, вот надо решить этот вопрос, да, вот у нас в франшизах не было там вот системы такой, где можно инвестиции, вот надо и это решить, да, вот, а откуда вообще был взгляд предпринимателей, что такое в жизни было, может быть, вот, как ты говоришь, у школьника Костя, чтобы повлияло посмотреть в сторону предпринимателей вообще в смысле? Слушай, ну, наверное, это недовольство тем, как мир вокруг меня устроен, и постоянные попытки его изменить, то есть я даже, когда устраивался на работу, а у меня, знаешь, биография такая интересная была, я на 18 работах успел поработать, как бы, и между работами я, то есть посижу на работе, поработаю, у меня приходят какие-то идеи, как что-то где-то в мире надо улучшить, я увольняюсь, иду делать бизнес какой-то, да, то есть я делаю бизнес, он разоряется в хлам, как бы, я в долгах, такой, иду на работу, посижу несколько месяцев, сколько надо там, чтобы закрыть долги, хорошо покушать, как бы, да, то есть накопить капитал на следующий бизнес, ну, максимальный срок у меня был, по-моему, года полтора, но там я прям, у меня там было дополнительные выгоды, я работал продавцом, я работал продавцом в салоне, где мы продавали двери, собственно, это был потрясающий коллектив, и там, ну, процентов 90 времени не надо было делать вообще ничего, и мы сидели, читали книги, я столько прочитал, вот просто, ну, это было самообразование, такое, достаточно длительный период, как бы, ну, и хорошая зарплата, да, то есть, а 10 процентов мы очень хорошо работали, и, собственно, делали, ну, прям, такие серьезные показатели. Это был самый длинный период, когда я работал по найму, ну, и, собственно, почти один из последних, да, то есть, и вот каждый раз, выходя из найма, я снова выходил, строил какой-то бизнес, и именно потому, что мне, ну, я видел какую-то штуку, в которой есть несостыковка, да, то есть несовершенство модели системы, и я понимал, что можно сделать лучше. Как правило, во всех местах, где я работал по найму, может, мне так не везло, да, то есть, или, наоборот, везло. Люди, ну, кто стоял во главе компании, да, то есть, не особо принимали те идеи и решения, которые приходили мне в голову, да, то есть, ну, условно говоря, хочешь сделать так, иди сам и сделай, да, то есть, вот я ходил сам и делал, и потихонечку дошел до туда, где я есть. Слушай, круто. Смотри, вот вопрос тогда такого характера. Предприниматель, занятость предпринимателя, спать, отдыхать, такие далекие от предпринимательства слова. Как ты считаешь, как вот здесь контролить себя, потому что многие, вот, когда слышишь, ой, как жалко, что в сутках 24 часа думаешь, ну, вдруг ну, отдохни, ты же сломаешься, налипознанно. Вот твой ритм, есть ли какой-то ритм у тебя, ритм, не знаю, там, неделю работаю, неделю отдыхаю, 20 часов работаю, 80 сплю, какой у тебя ритм? Слушай, ну, я из этих, из трудоголиков жестких, то есть, у меня периоды такие, знаешь, марафоны по нескольку месяцев, как минимум, то есть, сейчас они становятся короче, я стараюсь делать их короче. Условно говоря, если я начинаю реализовывать проект, я в него погружаюсь, ну, 19 часов в сутки я работаю примерно. Почему? Потому что я даже, когда ем, я работаю, ну, в смысле, я продолжаю думать. Перед сном я ложусь, я не могу уснуть, я додумываю какие-то вещи, я могу среди ночи проснуться и начать записывать какие-то дела, которые нужно сделать, и вот пока я их не запишу, я не могу уснуть, они просто, ну, из головы не уходят. Я записал, они ушли, я сплю дальше. Вот, когда я запускал French Camp, я его запустил именно уже в продакшн, так скажем, да, то есть вышли первые сотрудники 8 августа прошлого года, на сегодняшний день мы уже провели полтора потока French Camp, можно сказать, бренд узнаваемый достаточно, как бы мы там, ну, не знаю, у нас охваты там несколько сотен тысяч человек, как минимум, в всяких соцсетях и так далее, то есть вот для того, чтобы этого достичь, маленькой командой в 6 человек, которая это все дело делает, как бы, да, то есть организовать мест форум в центре Москвы на 500... Должны быть роботы, все роботы должны быть. Мы должны быть очень пассионарными, да, то есть мы должны прям вот страстно любить дело, которое делаем и пахать все, ну, не то чтобы на износ, да, то есть есть места, как бы есть перерывы какие-то все равно, но тем не менее очень сильно вот вкладываться в это все. Я себе поставил задачу на этот год, я ее прописал в целях, я каждый год прописываю цели в начале года, да, то есть вот эти январские праздники, обязательно сажусь и до 100 ни разу не дотянул, честно, вот прям 50 удается. В этом году написал 35, я оставил еще запас под целую сферу жизни, которую я успел описать, вот несложно понять, почему я это делаю в январе, сейчас время 2 мая, как бы, а я до сих пор не дошел до этого списка, ну, вот сейчас, надеюсь, на следующих майских праздниках дойду. Так вот, в целях я себе прописал работать меньше, зарабатывать больше, да, то есть быть более эффективным, и, в принципе, ну, на этот год я успел запланировать себе несколько поездок на отдых там с семьей, в том числе с франчайзи нашими и так далее. Ну, это работает только если ты, если я вставляю себе в график, прям вот в календарь, впихиваю, как бы какие-то выходные, тогда это работает, но там уже зависит от настроения, если, скажем так, слишком много задач и дел, я все равно продолжаю в этом вводиться и думать. Слушай, прикольно, здесь, наверное, важную вещь ты заметил, мало предпринимателей начинают понимать, что сначала планируете отдых, а потом работу, потому что если вы не будете, как ты говоришь, вставлять отдых, он не придет, в принципе, его прилетишь, даже не заметишь. И классная штука работы с мозгом, это тоже очень важно. Мозг – это же процессор, для мозга очень важны завершенные действия, друзья. И поэтому, когда Костя говорит, что записал, все, мозг успокоился, у него мысли перенеслись на бумагу, можно там в Телеграм подолговать. Я вот в Телеграм себе написал, и когда, если вы не можете спать, просто проснитесь, вынести, все, у мозга процесс, все завершен, и можете спокойно ходить. Но это круто, на самом деле. Ладно, дальше. Вот ты говоришь, работаете хорошо, в проект погрузился, 18 сработал, это вот бывает денег, когда нет, и там и на хлеб, да, я понимаю, о чем ты говоришь, когда ты ищешь там, кто устроится. Какая основная ошибка с точки зрения предпринимательства, по-твоему, была вот в этих циклах? Ну, если говорить о моих ошибках, то моя ошибка, которая красной линией идет через всю жизнь, это слишком большие цели, ну, то есть, скажем так, я ставлю себе такие цели, которые меня мотивируют, которые мне интересно бежать, они мне в какой-то момент, когда я их ставлю, кажутся вполне достижимыми, но я очень многие их факторов как бы не учитываю, и ставя план, как бы я понимаю, ну, там в бой ворвемся, там разбегаемся, да, то есть, и по итогу периодически возникают ситуации, где вот этот тайминг, он критичен, и когда я не успеваю добежать до чего-то, да, то есть, у меня срываются какие-то договоренности, там срываются какие-то, не знаю, там, события просто не так происходят, как мне хотелось бы, да. Цепочка сбоев идет впоследствии сразу. Цепочка сбоев, да, и иногда ее, ну, то есть, чем меньше бизнес, тем легче ее повернуть куда-то. Чем больше проект, в котором мы играем, как бы, тем сложнее последствия этого разрулить, и, ну, допустим, во Франч Кэмпе сейчас я планирую, у меня горизонт планирования, в прошлом году я сознательно себе изменил горизонт планирования, если раньше жил какими-то, ну, максимум годовыми циклами, да, то есть, примерно понимая, что через пять лет, куда я хочу прийти, Франч Кэмп у меня запланирован сразу на десятилетие вперед, то есть, я понимаю, как будет развиваться компания в чем 10 лет, я понимаю, что в чем 10 лет я добегу до таких-то вещей, как бы, и уже здесь как-то пространство больше, когда планирование длиньше, и я понимаю, то есть, у меня есть расписание того, как мы будем жить этот год, то есть, вот он прям расписан, и понимаю, что это не, скажем так, не натянутая сова на глобус, да, то есть, а вполне себе реализуемый план, потому что мы это уже делали, да, то есть, но тем не менее, вот, оглядываясь на предыдущий опыт, почему я к этому пришел, это вот именно слишком сжатые сроки на все свои задачи, из-за которых у меня многие вещи рушатся, это им главное. Круто, наверное, похоже тоже с этим история, потому что предпринимателю все-таки таких масштабов, как ты, это не может быть не глобальной цели, а хочется это сделать уже завтра, и ты думаешь, я все равно сейчас как ворвусь, как разнесу двумя саблями пространство, а иногда нас все-таки приземляет, говорит, чувак, а надо что-то еще проходить где-то, огонь. Хорошо, большие цели. Вот по факту получается, в данной ситуации у тебя есть такой стратегический проект, назовем его, да, если ты придешь к каким-то целям раньше, ты скорректировал это хорошо, да, ну, то есть у тебя как раз нет вот этого влага по времени, а что делать сейчас, потому что сжатый срок был, срок большой, стратегический проект, понимаешь там, что финансовый план там тоже может скорректироваться, то и есть какой-то проект, где сейчас он тебе приносит денег, то есть вот правильно ли я понимаю, что у Костя Урванца, у него есть глобальный проект, который, в принципе, наверное, больше требует финансов, чем приносит, и есть проект, который сейчас позволяет кушать что-то. Да, все верно, при этом проект, который позволяет кушать, это то, о чем мы вообще не сказали здесь, потому что Альтерика, она живет своей жизнью, я вышел из операционного управления год назад, и, собственно, ну, компания живет, я из нее не забираю особо ресурсов никаких, да, то есть она развивается, я живу сам на продаже планетариев передвижных, которые до сих пор у меня производят маленький цех в городе Барнауле, основным потребителем у нас являются сейчас школы, то есть они покупают это себе именно для оборудования школ, то есть вот на вот эти деньги, по сути, да, я живу, они стабильные, спокойные, абсолютно понятные уже в течение там больше десяти лет, как бы, да, то есть мы их поставляем по разным там тендерам, котировкам и так далее. И да, Франч Кэмп это такая большая история, в которую, ну, она сейчас не просто не приносит денег, да, то есть я в нее вложил, ну, как бы, очень много, и не только денег. Слушай, получается, вот такой вопрос, но такого характера, часто же предприниматели делают какую ошибку, вот эти большие цели, стратегические вся история, они полностью погружаются, ну, понятно, это твоя любовь, да, это проект твоей жизни, ты не можешь там, ты в нем по-любому будешь, но забывают маленькую деталь, а что кушать сегодня, да, и получается, человек вроде бы классный, большой проект, человек, а здесь провал жесткий идет. Вот, может быть, какие-то твои рекомендации, как это, влюбчивость поменять, да, или не поменять, а не совсем прям с головой уходить туда, чтобы было на что кушать? Ты очень по адресу вопрос задал, но с другой стороны не по адресу, то есть я всю жизнь как раз так и жил, то есть мне абсолютно нечего было кушать, как бы, да, то есть и все деньги просто сжигали стопку бизнеса, и в 2020 году, так как Эльтерика это оффлайн бизнес, то есть нам надо физически приехать в школу и надеть очки VR на ребенка, то когда наступил ковид, мы вот на полной скорости как мчались, семь франшиз в марте мы продали 2020 года в разные страны, как бы, 23 новых человека я нанял в начале года, это было X2 к коллективу, то есть просто удвоение коллектива, и вот на всех этих парах мы воткнули в стену ковида, я некоторое время был немножко, скажем так, ну, в коматозе, что ли, от происходящего, я недооценил, что это настолько надолго затянется, мы гладывали кучу сил, чтобы это как-то изменить, ну, не совсем важно, в общем, мы улетели в кассу разрыв размером за годовую выручку, как бы, да, то есть и в декабре все-таки победили, и начали, у нас пошла работа, но вот в какой-то момент, понимая, что компания находится на грани банкротства, и как бы вот не сегодня-завтра как бы просто забанкротится она вместе с ней и я, как ее собственник, как бы и директор, да, то есть я в какой-то момент понял, что я и компания – это не одно и то же, что даже если обанкротится компания, обанкрочусь я, как бы жизнь на этом не заканчивается, я дальше найду все равно, что делать и как мне выстраивать новый бизнес, и это был момент, в который я отделил себя от компании впервые в жизнь вообще и понял, что это разные сущности. И вот с тех пор я себя воспринимаю как отдельную сущность, а компанию как отдельную, но для этого мне надо было пережить вот этот вот мега-кризис, как бы, да. Что я сделал после этого в 2021 году? У меня компания была до этого, ну, скажем так, не особо прибыльной, потому что были очень низкие роялти, все для людей, как бы ничего для себя особо. Мы в 2021 году привели это дело в баланс, то есть мы подняли роялти до нужного момента, до нужных цифр. Я себе дал обещание, скажем так, не вкладывать больше денег в компанию, как бы больше, чем я могу, по крайней мере, да, то есть и с тех пор я, в принципе, вообще не вкладывал деньги в компанию. Она стала абсолютно, как бы, самодостаточной, и у меня тоже в семье, как бы, появились деньги, наконец-то, какие-то, которые я выделял уже не на компанию, а на себя. Вот я к этому пришел, получается, когда 35 лет столько до этого момента жил абсолютно, кушать нечего, ну, и ладно, как бы, покушаем через год. А я еще возьму долги, надо же компании помогать своей, как так-то, я дотянул. Все ровно так, в апреле 2020 года я пошел, взял потребный релик на зарплаты людям, как бы, потом как-то его отдал. Получается, вот о чем ты говоришь, наверное, все-таки, опять правильно понимаю, нет, основное, это то, что многие предприниматели до конца финмодель не просчитывают, хочется вроде бы, ну, как, да лучше подешевле, но все-таки, как ты говоришь, с душой для людей, да. А второй момент – страх поднять стенник, потому что, а вдруг это кому-то не нужно будет за такие деньги. Ну, в целом, финмодели, да, действительно, как бы, их нужно очень хорошо просчитывать для того, чтобы было все понятно, но ты же на старте все равно считаешь модель, какая она будет в модели, а в жизни она все равно будет все по-другому, поэтому тут скорее нужно идеологически понимать, на что ты готов идти и почему, и в какой момент нужно, ну, сказать стоп, если что-то не пошло. Слушай, вопрос еще. Все, ты говоришь, ну, отдых там, с семьей, а как семья относится вот к такому твоему предпринимательскому пути, вот эти падения, взлеты, падения, взлеты, или, не знаю, вот эта погруженность фулл-тайм там в новый проект какой-то? Ну, жена у меня уже посидела, она младше меня, в смысле серьезно, седые волосы, вот у меня как-то, видимо, строение волос немножко не такое, но первые седые вроде уже появляются. Стресс, да, действительно, для семьи это тоже не очень хорошо, то есть в 2016 году у нас тоже был переходный период от планетариев к франшизе, все было вложено, поставлено на кон, а в 15-го у меня родился ребенок, и вот мы подгузники летом 16-го поштучно покупали, просто денег на них не было, ну, еле тоже попало и так далее, ну, жена привыкла, я могу сказать, что у меня, в принципе, когда мы с женой нашли друг друга, после этого у меня в бизнесе результаты стали сильно лучше, то есть она меня очень хорошо понимает, и первый, ну, весь первый бизнес, все первые годы мы работали, по сути, вместе управляли компанией, я управлял людьми как бы, да, то есть она помогала мне разбираться с моей головой, да, то есть и помогала с людьми разговаривать, после, ну, то есть мы очень много там наймов вместе проводили, собеседовали людей и так далее, с рождением ребенка ее в бизнесе стало сильно меньше, но вот думаю, я до сих пор как бы именно об нее, я к ней прихожу с вопросами, как бы сам что-то порассказал, как бы сам на них же ответил, как бы она вот умеет сделать такую атмосферу, в которой все решения я могу вместе с ней вот именно принять, как бы раскладывать мне по полочкам всю штуку, поэтому она очень хорошо все это дело понимает, понимает ради чего и куда это все, ну, тяжело, конечно. Слушай, круто, получается, женская мудрость как раз и энергия наполняет тебя, чтобы ты шел и добывал мамонта, да, условно, и когда трудные ситуации, не а что такое, пошел в баню, а наоборот, там, да, я понимаю, что у нас цель большая, мы идем к ней, трудность можно, прикольно, моральная поддержка, как это, не просто, не просто же так говорят, за каждым успешным мужчиной кто-то стоит, да, очень мудрая женщина. Слушай, крутяк, да, непросто. Слушай, вопрос тогда, еще такой, какие этапы в жизни произошли, когда вот ты мог бы разделить жизнь на до и после, вот какое-то событие, может быть, не этап, а событие, точнее, что произошло вот с тобой в жизни, что вот был костя до и стал костя после? Слушай, да, вот много всего. У меня столько этих переходов было. В том числе и ковид, и в шестнадцатом году, да, то есть когда тоже там, ну, по сути, ну, мы не разорялись тогда, просто там был такой сложный переходный период близких разорений. А последнее такое событие, это в январе прошлого года у нас была встреча франчайзи в Сочи, и в последний день встречи франчайзи я сломал себе ногу, очень жестко сломал в двух местах со смещением, причем я до этого за день катался на лыжах, и ничего, да, то есть я сломал просто у гостиницы на ровном месте. Так вот, я в Сочи сломал, прилетел в Москву с этим всем счастьем, как бы загипсованной ногой, лег в больницу на операцию, и вот около там десяти дней я пролежал в больнице, первые дней семь были очень тяжелыми, ну, то есть морально, как бы и физически, то есть адская боль, постоянно таблетки, вот это все, то есть редкие периоды такого как бы осознанного просветления, скажем так. Я впал в такую серьезную, скажем так, ну, депрессию, в глубину себя сходил, и после начал себя собирать, да, то есть мне врач в какой-то момент сказал, что, говорит, ну, куда ты, говорит, спешишь на операцию, полежи, то есть чем больше там нога там вытянется, не суть важно, тем больше шансов на успех, я говорю, в смысле шансов на успех, будем бороться за сохранение возможностей ходить, я такой, нет, так дело не пойдет, ну, то есть у меня там было ощущение, что все нормально, меня там починят, я пойду дальше. Оказывается, не все так просто, и у меня, вот знаешь, такое прям изнутри такое мощное желание, что как бы протест, типа, дадим будет такого, буду ходить, буду прекрасно ходить, и вообще с бизнесом все будет хорошо, и все будет прекрасно. И в какой-то момент вот в этом, да, то есть осознавая как бы всю эту историю, я решил, что ну как бы я так долго вообще не лежу на месте, то есть это невозможная какая-то ситуация, слишком много времени наедине с собой, я решил тогда как раз резко поменять жизнь, то есть я решил выйти из Альтериаки, из операционного управления, потому что я понимал, что я уже сейчас прохожу на второй раз те же самые квесты, которые у меня были до ковида, как бы, да, то есть развиваю компанию по тем же рельсам, там, международный рынок и так далее, это раз, а два, ну, то есть нужно перестать вот так вот упахиваться, а там была ситуация прямо перед Новым годом, я жене говорю, поехали куда-нибудь отдохнем, и мы что-то уже почти, а потом, ну, что-то денег жалко, да, или работы так много, и я отменил себе отпуск, но отпуск меня настиг, спустя две недели буквально после того, как я решил его отменить, и я решил, что, ну, как бы, надо перестать вот так вот загоняться, и надо как-то работать более эффективно, зарабатывать больше, а это значит, что нужно делать, нужно миру давать больше пользы и получать обратную связь в виде денег назад. Проанализировав, что мне приносит удовольствие и как я могу миру давать больше пользы, у меня в голове родился French Camp, из того, что вот Altenica Challenge, это про образ French Camp, который мы делали у себя, я его делал левой пяткой в свободное от работы время, и он мне принес больше удовольствия, чем все вообще остальное. То есть удовольствие приносит куча народа счастливого вокруг, которых мы выводим предприниматели, значит, надо этого делать больше. И вот с января по август я активно вынашивал идею French Camp, обо всех на рынке, то есть в том числе и к Василию с ней ходил, да, то есть к Саше Кравцову, к Руслану Байрамову, к многим людям, которые разбираются и во франчайзинге, и в бизнесе, и в инвестициях. И вот постепенно она обретала те черты, которые были. То есть вот получается, я очень круто сломал ногу в том плане, что изменил свою жизнь кардинально, вышел из операционки, стал мыслить более длительными сроками глобальными какими-то, и поставил себе задачу и принести в мир много полезного, чтобы зарабатывать на этом, соответственно, больше. Слушай, прикольно, здесь же мозг такая штука, и как бы она может обмануть и, как правило, больше помогает. Если ты сам не задумался или не отдыхаешь, ну, поболей, да, вот что-нибудь произойдет, чтобы ты все-таки подумал, вот как ты говоришь, в глубину себя сходил. Это на самом деле страшно, но когда ты приходишь, понимаешь, что ты хочешь делать, приносит удовольствие, а деньги – это аплодисменты людей, которых ты сделал счастливыми. Это, конечно, это круто. Слушай, круто, 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 да. Давай тогда так, вот для тебя в бизнесе за все это время большого пути предпринимательского, что самое сложное в бизнесе и что самое простое? Что самое сложное? Слушай, такой вопрос интересный, я его себе вообще не задавал никогда. Что для тебя самое сложное в бизнесе? И что самое простое? А ты знаешь, наверное, и там, и там вообще найм людей. Ну, то есть сбор команды. Я очень люблю нанимать людей. Найм, я считаю, это святая обязанность фаундера, как бы, и главная задача – искать правильных людей, ставить их на лучшие места. Ну, там, дизайн человека или какие-то инструменты используешь для этого? Техформика. Я динозавр. Я с людьми разговаривать люблю, смотреть на них, задавать им вопросы. То есть больше чувствуешь, получается? Это насмотренность. Ну, какая-то, да, то есть со временем, да. Поначалу было много, там, я и тесты какие-то пробовал и все подряд, то есть в конечном итоге я пришел для себя к тому, что я просто разговариваю с людьми, вот, и я могу пригласить человека на собеседование по какому-нибудь одному слову из его режима, или наоборот, идеальные режимы вообще не взять, потому что, ну, как бы, мне язык его не нравится или что-то еще. И очень сложно нанимать крутых людей, очень сложно их находить, с одной стороны, с другой стороны, когда ты их находишь, то они тебе полностью решают кучу вопросов, тем самым дают бизнесу буст. Поэтому я считаю, что и самое сложное, и самое простое это люди, а все остальное, как бы, ну, можно сделать, побежить там и так далее. Слушай, круто, это буквально, по-моему, третье или четвертое подряд интервью, где гости у меня говорят, что самое сложное, это, конечно, команда формирования вот такой, как это, боевой команды, когда в вагоне в воду. Ну, самое простое, наверное, да, когда у тебя уже есть опыт, ты можешь за секунду прочитать, что человек трындит, что нет, и куда он может, в принципе, строиться. Слушай, круто, есть такая штука еще? Как это назвать, стеклянные потолки, может быть, точки там, не знаю, смерти, роста, ну, то есть у каждого бизнеса есть какой-то потолок, когда ты упираешься, и вот тебе что-то мешает дальше двигаться. Вот какие у тебя такие потолки были, и что тебе помогло перейти туда, и были ли они вообще у тебя? Были. Я регулярно долблюсь головой в стеклянный потолок и продолбливаю его, то есть с разной степени успешности и скорости. Я, наверное, могу выделить такой вот момент, я прям хорошо помню, когда планетарией заниматься начал, сначала я одного там менеджера по продажам нанял, а я сразу начал искать менеджера по продажам, сразу операторов, то есть я сразу это не рассматривал как самозанятость, именно хотел из этого делать бизнес, ну, когда понял, что там есть деньги. В общем, в какой-то момент я протестировал кучу разных менеджеров по продажам, искал человека на руководителя отдела продаж, то есть мне было важно именно нанять главного первого, который потом за собой будет нанимать каких-то других. И у меня стояла заработная плата 15 тысяч рублей, по-моему, там, если не ошибаюсь, окладная часть плюс процент, это 2000 какой-нибудь, господи, не знаю, там, 12-13 год, город Барнаул, то есть это достаточно неплохая зарплата. И, в общем, ко мне пришел человек, который сказал, мне надо, все у тебя классно, здорово, как бы, только давай мне 25, собственно, и я тебе сделаю результат на, ну, там, условно, сколько-то там сотен тысяч, как бы, да. И я по себе помню прям, что, блин, ну, то есть если ты сделаешь, то тогда я сделаю на окладе 15, чем тебе 25 и так далее. Процент же будет, да, все равно. Да, процент будет и так далее. И в какой-то момент я понимаю, что, ну, как бы, человек на голову выше всех, кто ко мне приходил, да. То есть я вот этот вот свой, скажем так, стеклянный потолок ощущал как то, сколько он сможет заработать. В какой-то момент я понял, что мне нужно рискнуть и сделать вот этот шаг, дать человеку возможность себя показать, потому что те вещи, которые мы прям в процессе диалогов с ним обсуждали, они превосходили мой стеклянный потолок, и я прям не верил, что туда можно зайти. В итоге я спустя какое-то время нанял этого человека и мы зашли за стеклянный потолок очень быстро, да. То есть я вот этот вот понял, что я здесь свой потолок перешагнул по найму суперквалифицированного человека, который, ну, по моему мнению, запрашивал какие-то лишние деньги, что-то еще. То есть это вот такая сложная была история. Ну, а так в целом очень много потолков проходил. Слушай, огонь, получается здесь тоже классно, когда говорят, что мы нанимаем людей, да, чтобы не мы их учили, а они нас. И вот, наверное, важно, о чем ты говоришь немножко в себе вот эту жадность, ну, такую хорошую предпринимательскую жадность иногда побороть и привлечь какого-то специалиста другого уровня, да. То есть, ну, как ты говоришь, не побояться, рискнуть заплачить чуть больше, потому что многие все-таки думают, я вот в рынке, и мне как бы хватит этого. Ну, чувак, значит, ты, наверное, где-то со своим потолком. Так, ладно, время с Урванцевым летит незаметно. Очень коротко про планы и сделаем тебе небольшой блиц. Ну, про планы, я не знаю, наверное, в целом про жизнь, про франчкам, про… дайте, давай про жизнь, бизнес, жизнь. Какие у тебя планы в ближайшее время? Ну, 35 или мы помним? Да, собственно, в этом году я плотно занимаюсь здоровьем среди прочего, то есть я понимаю, что я перевалил экватор как бы, да, жизни, ну, собственно, такой активный предпринимательский минимум, и дальше ресурс предпринимателя это, ну, то есть и здоровье в том числе, не будет здоровья, никакие деньги уже не будут радовать и так далее, поэтому я ставлю фокус на здоровье, на семью, на то, чтобы начать больше отдыхать, уделять время себе, собственно. Ну, а по бизнесу все очень понятно. У меня план с франчкампом, он 10 плюс лет сейчас развернут, то есть я понимаю, что он развернется, я от него немножечко так отойду, как бы, да, то есть ну, буду в совете тех, кто всегда ему помогать и доведу его до IPO там и так далее, ну вот, а дальше, соответственно, я буду помогать предпринимателям так же, как и помогаю, только уже не в модели франчайзинга, а еще в каких-то моделях, там, может быть, стартапах. Меня очень интересуют био и эдтех, да, то есть эти вот два направления, делать людей здоровее и умнее, вот в этом направлении. Слушай, а где можно встретиться и пообщаться с Костей вживую? В Москве, в Барнауле, иногда в Новосибирске, всегда открыт. Живую в основном в Москве. Как минимум на всех тусовках по франчизе? Пятого июля мы проведем в Москве большой форум Франч Кэмп. Ага, крутяк. Значит, ближайшие друзья пятого июля можно найти Костю и вживую позадавать много других интересных вопросов. Ну что, переходим к Блицу. Короткий вопрос, короткий ответ. Жизнь – это? Счастье. Счастье, круто. Бизнес – это? Развитие. Бизнес, развитие – огонь. Предприниматель – это? Дикий человек. Слушай, крутяк. Да, если будешь не диким, то не придумаешь прорывные идеи и не пойдешь своим сумасшествием покорять какие-то свои внутренние прикольные фантазии. Крутяк, а тогда трудности. Трудности – это? Решаемо. Кто сказал, что должны быть существительные, тоже нормально. И кайф – это? Достижение целей. Прикольно. Главное, чтобы они были большие и, как ты сегодня правильно заметил, еще правильно разложены во время, потому что есть такая штука, амбиции, а это круто, но я по себе просто знаю, понимаю, что когда у нас огромные цели, мы их не достигаем, мы начинаем выгорать, теряется вера в себя, а это самая опасная вещь, потому что потом приходить в ресурсы иногда приходится месяцами. Кой, слушай, ну спасибо тебе огромное, по-моему, очень интересная жизнь и, конечно, успешный успех он и есть, но, друзья, всегда помните, что сколько ошибок, сколько падений, даже сегодня маленькую часть наверняка мы их не задели, когда мы приходим к каким-то первым, таким достойным, осознанным результатам. Поэтому, конечно, предпринимательство в нашей стране, да и не только в нашей, это не валяться под пальмы и не смотреть, как бабки на планшет капают, где нас обещают из каждого утюга научить этому буквально за два дня. Это все сказки, вот пахать приходится. И самое главное, в этих падениях вы становитесь как предприниматель, как человек мудрее. Как правильно сегодня сказал Костя, друзья, самое важное это найти то дело, от которого вы будете получать удовольствие. Даже если сейчас еще такого нету, вот как в ситуации с Костей, придумать, как соединить какие-то вещи. И вот когда вы будете получать удовольствие, и люди будут от этого тоже кифовать, потому что, ну, маньяк, он, может быть, тоже получает удовольствие, да, но там другая страна возникает. А здесь, когда вы еще дарите людям, они заражаются, они принимают и хотят ваше удовольствие тиражировать дальше. Конечно, должны быть вот эти аплодисменты в виде денег. Вот тогда вы будете думать уже, как стать здоровым, потому что время вы не можете контролировать. А для предпринимателя важно время и здоровье, чтобы достигать своих целей. Вот, Костя, пожелаем тебе достижения и дописать 100 целей. Про Инчкампу, я не знаю, просто поток людей, которые будут вот большой дружной семьей, как ты говоришь, огромной просто дружной семьей. Вот, ну и, конечно же, новых целей, которые наверняка еще придут тебе в голову в течение этого года. Вот. Ну, друзья, что хочется сказать? Предпринимательство – классная категория людей, трудности, это решаемо. Поднимаем вторые 90, работаем, работаем, работаем и не забываем отдыхать. А остальное все приложится. Спасибо. С вами был я, Тимошин, Константин Урванцев. Пока-пока.